Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Да ладно, расслабься, в отпуск ухожу, с друзьями на охоту, пока Медельского повозишь. В облаженном успении вечный покой подожж Господи рабу Божьему, вновь представленному Михаилу и сотвори ему вечную память. Вечная память, вечная память. Бедный Михаил, какая трагедия? А почему родственников не было? Ни жены, ни детей? Какие родственники? У него кроме друзей никого не было. Вот так вот помрешь и некому памятник будет поставить. Хорошо, что у Сергея Леонидовича вдова осталась. Юрий Викторович, Юрий Викторович, вас издана Геннадьевна нашла? Нет, а вообще откуда она? Так она же в офис заходила. Когда? Позавчера. Я ей сказала, что вас нет и она ушла. А она что-нибудь оставила? Там телефон, адрес? Нет ничего, она сказала, что сама вас найдет. А почему ты мне сразу не позвонила, дура? Стоишь, глазами хлопаешь. Слышь, ты, чекист твою мать, свет среди бела дня в офис приезжает, секретарша разговаривает. Ты один ее найти не можешь. Ты ее не можешь найти. Ты... Ты один ее найти не могу. Митцерский, Харьков. Я вообще первый раз эти фамилии слышу. Что дальше там? Ну, что дальше? Контора у них маленькая, объем у них маленький. Правда, недавно заключили пару выгодных контрактов. Ну, это так, чисто исключение. В общем, это серая мышь. Коммерческий директор. Торгует запчастями, пишет записки Светлане. Валит в парке троих на квартире, еще одного, при этом спокойно уходит. Нормальный коммерческий директор, да? Человек-коребус. И возит его водитель Сереги. Так, ладно, допустим. Нашли мы его. Дальше что? Ну, как что? Дайте мне отмашку, я его убираю. Для меня, кстати, это тоже дело-принцип. Значит так, пока я не узнаю, кто такой Харьков на самом деле, никаких резких движений. Прощупай мне его вдоль и поперек. Снаружи и изнутри. Понял? Есть нюансик небольшой. Какой? Ты меня видел. Дайте, ну, прояви какую-нибудь фантазию. Подумай! Харьков, у тебя осталось 13 дней. Покупайте хурму. Сладкая, вкусная, сочная. Спасибо. Джек! Джеки! Джеки, 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 мальчик, мальчик, мальчик. Джеки! Джек! Свет, я же просила вас не выходить из дома, но... Джек пропал. Я открыла дверь, не успела одеть ему поводок. Он выскочил из квартиры вниз. Я выхожу, никого нет. Давно же был? Я уже все дворы оббегала. Я не знаю даже, что и думать. Если теперь он потеряется, я просто буду... Так, все, успокойся. Давай свой поводок. Держи пакеты и домой жди меня. Нас жди. Все, иди. Джексон! Добрый день! Добрый! Мне нужен ваш коммерческий директор. По-моему, Валентин Владимирович. Ох, он тут всем нужен, как выяснилось. Ну, я могу его увидеть? Можете, конечно. Через две недели. Так где же он? Я так затрудняюсь сказать. Может, в поезде, может, в самолете. Может, в Египте на верблюде. Господин коммерческий директор изволили отдыхать. Марин, я пойду кофе попью. Если Метельский будет искать, свистнешь мне? Слав, свести себе сам. Валентин. А вы по какому вопросу? По коммерческому. Так к вам, к Максиму Олеговичу. Это исполняющий обязанности коммерческого. С сегодняшнего дня. Добрый день, Максим Олегович. Чего-то я смотрю у вас в кабинете более чем скромно. Для исполняющего обязанности коммерческого директора. Ну, это временно. Отпадает приставка исполняющего обязанности. И кабинет становится отдельным. А вас только это спущает? Нет, ничего. Меня вообще все устраивает. Ну, тогда говорите, а вас слушайте. Понимаете ли, мы ищем партнеров для крупной поставки запчастей. Угу. Ну, и мне бы, конечно, хотелось поговорить непосредственно с вашим коммерческим директором. Ну, коммерческий у нас без года неделю. Раньше у меня на побегушках было. И официальная несправедливость. Как я вас понимаю? Ой, я вас умоляю. Временные трудности. Понимаете, обучил специалиста на свою голову. Да ничего, ничего, бывает. Я тоже все это прошел. Тоже, так сказать, обучал смену. И да, обучался. Прыгнули через голову. Да, пришлось ставить на место грубо, но справедливо. Я вам скажу. Рецепты не годились? Легко. Джексон! Извините, пожалуйста. Вы собаку не видели, а? Ой, в смысле, ради бога, я не знаю. Ребят, ребят, собаку не видели? Какую собаку? Овчак такой, здоровый. Да, да. Ага, спасибо. Ну, наконец-то. Товарищ полицейский, это я вам звонил. Она там. Ну, хотя бы что-нибудь. Собаку что испугались? Хотя бы. Ну, вы же обязаны. Так, уважаемые, ну что вы демонстрацию строили, а? Вы должны что-то сделать. Ну, что вы, взрослые люди, а? Вы что, вы собаку какой-то испугались? Пуделя, да? Собаку испугались, а? Пуделя какой-то. Да все, успокойтесь, все, тихо. Все, детский сад. Ну, что, обалдеть, что ли, а? Ну, предупреждать надо, там, это, кабан. Чья собака? Хозяин кто? Где хозяин? Ну, есть кабан, то, наверное, мой. Вон он, вот он. Ну, и хозяин? Не знаю, что проверим, а не моя. Джексон! Ну, ты посмотри, сколько народа собрал, а? Ну, смотри, сколько людей собрал, а? Давай, давай, проси прощения. Извиняйся, чего ты сидишь, а? Вы, это, собачку свою, следите за ней, что ли? Ну, простите нас, ну. Ну, на выход. Как ты, Николя? Спасибо, Лидера. Спасибо. Ну, принимай по описи. Хвост один, нос один, ух, два. Ты где был, а? Ты где был, ты скажи мне, ты знаешь, что со мной было? Ты знаешь, что со мной было? У меня сердце чуть не разорвалось, а? Где он был? Ну, официальная версия. Чужой двор, чужой подъезд, да? Не официально говорить не будем. Единственное родное существо. Ну, что, успокоились? Пойдем домой. Спасибо тебе, Валя. Пошли. Пойдем. И мне кажется, что вы тот человек, с которым я могу поговорить напрямую. Поговорить о чем? О справедливости. Дело в том, что ваш коммерческий директор, Валентин Харьков, наступил на интерес одного очень влиятельного человека. Практически из-под босса увел у него несколько довольно крупных контрактов. Я так и знал, что это у него получилось случайно. Он дурак, а? Нет, он далеко не дурак. Он далеко не дурак. А что касается бизнеса, так это в порядке вещи, когда кидают парню в одну не в силу. Многие этого не прощают. Вот поэтому у вас, мне кажется, есть возможность нанести справедливость. Само собой, не за бесплатно. Хорошо. Что от меня требуется? Информацию о вашем коммерческом директоре, Валентине Харькове. Знаете, я боюсь, что это будет не в интересах моей фирмы. Упаси Бог, никакой информации о коммерческой деятельности вашей компании. Нет. Меня интересует только информация конкретно о вашем коммерческом директоре, Валентине Харькове. Все. Понимаю. Зачем так много? Ну, я же не знаю, сколько мне придется вас охранять. Почему? С запасом. Здравствуйте. Почему вы не на работе? А у меня с сегодняшнего дня отпуск. Да сейчас, Джексон, сейчас будем обедать скоро. Как твурда. Любите собак? Да, с детства. А не заводите, потому что ужинцы, бки? Ну, да. Сергей тоже очень любил. У вас много общего? Ну, может, поэтому мы с ними дружили. Ну, может, 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 мы с ними дружили. Интересно, почему не делают духи с запахом хлеба, а? Будешь? Ну-ка, ну-ка. Ой, какой запах. Слушай, а почему не делают духи с запахом хлеба, а? Интересно узнать, кто вы такой на самом деле. Ну что, не женат, живет в Москве с мамой, есть невеста Вера. Очень интересная женщина из категории «Каждый шанс последний». Мечтает о штампе в паспорте, но у нас почему-то представлено не торопится. Слушай, а ты что-то… Слушай, Гриша, сними твои очки. Да ради бога. Вот так. Про больничку что-то говорил. А, это особый случай. Наш подшталент решил наложить на себя руки, наглотал с таблеток, перенес клиническую смерть. Да ладно? Да. Привлокали в морг, а он там встал. Санитары потеряли сознание. Так что весело. У нас все весело. Действительно весело. И еще одно интересное совпадение. Оказывается, клиническая смерть Харькова произошла в один день со смертью Сергея Воробьева. О, как? Вот это действительно интересно. А что касается Славы, он, оказывается, совершенно случайно стал водителем Харькова. На опущих основаниях. Понятно, что ничего не понятно. Столько информации за один день, Гриш, ты прямо растешь в моих глазах. Откуда фонтан забил? У них в офисе есть человечек, который поделился со мной новостями. Кстати, у него личная война с Харьковым. Да, вот это хорошо. Что за человечек? Ну, что по мне, то большая сволочь. Большая, Гриш? Слушай, Гриша, организуй-ка мне встречу с этой, с этим человечеком. До завтра. Давай. Ну, вот. Опять сбросил. Ну, раз сбросил, значит, не может говорить. Не жаль, так сложно. Снять трубку и сказать три слова. Все в порядке. Сложно? Ну, наверное, сложно. Маговита Степановна, а вы заметили, как он стал хорошо одеваться? А как он должен одеваться? В лохмотье, что ли? Вы прекрасно понимаете, о чем я. Не передергивайте. Раньше ему было все равно, во что одеваться. А теперь он едет в эти командировки, как будто на день рождения. Я не понимаю, к чему ты клонишь? К тому, что у него кто-то появился. И все эти командировочки, это отговорки для такой дуры, как я. Вера. Вера, ты ошибаешься. Ошибаюсь? А то, что он со мной не спит, я тоже ошибаюсь? Вера, а ты забыла, что ему пришлось пережить? Я разговаривала с врачами. После клинической смерти люди восстанавливаются. Полгода. А ощущения некоторые возвращаются очень нескоро. Ты же его любишь. Я люблю. А при чем у меня слезы? Маргарита Стива, ну что со мной не так? Ну скажите. Да все так. Ну почему он меня избегает? Я уродина, да? Так. Иди в ванну и умойся. Нет, вы мне скажите, я крокодил. Я сказала быстро. Пошла в ванну, привела себя в порядок. После этого продолжим разговор. Быстро, быстро пошла. Да, я не люблю Харькова. Но мне бы не хотелось лезть в чужие проблемы. Понимаете, для меня это определенный риск. Да вам... Вам не надо никуда лезть. Мне просто нужна информация. Которая, кстати, будет хорошо оплачена. Информация до и после. В смысле до и после? Прошу вас. До, это подробности личной жизни Харькова, о которых вы не успели рассказать моему человеку. А после, это подробности его будущей жизни, которую вы ему будете сообщать, когда он вернется из отпуска. Разговоры у нас с вами получатся долгие. А мы никуда не торопимся. Присаживайтесь. Благодарю. Ну что, умылась? Иди сюда. Зачем? Иди сюда. А теперь посмотри на себя. Что я тут не видела? Что ты видишь? Посмотри внимательнее. Синяки под глазами. Какая-то солома на голове. Почему солома? Вот я хочу узнать, почему. Вместо того, чтобы реветь целыми днями, нужно с собой заниматься. Чтобы хотя бы мужикам понравиться. Я не хочу нравиться мужикам. Я хочу нравиться Вале. А Валя что, баба что ли? Мужик. Значит так, идешь в фрикмахерскую салон, не знаю куда, приводив себя в порядок. Смысл? Его никогда нету дома. А вот это уже моя проблема. Ну, вот тут и, собственно, и начались превращения. Валенок наш записался в спортзал. Сменил прикид. До этого в одном пиджаке годами ходил. Наверное, еще с выпускного. Ну, понятно, это внешне. А внутренне? Внутренне? Внутренне разговаривать стал по-другому. Нагло так. Да, а еще вдруг выяснилось, что он драться убил. Драться? И как? Ну, как выяснилось? Да, был там конфликт. Между вами? Понятно. А есть у него друзья, подруги? Ну, друзья, подруги. Друг у него вроде один, спится из офиса. А подруги? Да, подруга есть. И то больная на всю голову, как он. Хотя бабы для него в последнее время по-другому стали смотреть. Понятно, холостой коммерческий директор. Пусть и урод, но... Кстати, вы фотографию его взяли? А, да. Что-то тебе забыл. Угу. Да. А вы что, его никогда не видели? Да, как-то не доводилось. А где он? На улыбке. Ага. Так вот ты какой, дедушка Ленин. Что? Да ничего. Анекдот был такой. В детстве. Ага. Я возьму ее с собой. Пожалуйста. Не, Серега говорил, что вы любите сюда приезжать. Да, это как квартира, только без стены, потолка. Да, здесь хорошо. А у нас костер будет? Конечно. Джексон, охраняй хозяйку. Джек, за мной. А вот и главное блюдо вечера. Картофель печеный и собственное кожуре. Давай я почищу. Слушай, горячая. Горячая. Я хочу, чтобы на руки пекло. А чего? Горячая, на, держи. Горячая? Ага. Тише, тише. Ага. Спасибо. Ее, кстати, можно есть без соли, без сметаны. Просто так, прямо с кожурой. Вот так в лагерь ели. И сейчас так ешь. Ты на язык нашу посмотришь? Что? А ты на свой посмотри. Не вижу. Что-то не мешает. Спасибо тебе. Я уже как-то стала забывать, что есть жизнь. Маленькие радости. Я рада тебе хорошо. Надо домой возвращаться. Пойду руки исполосну. Давайте парим. Да нет, я в озере. Тогда же больше удовольствия. Пойду прийду. Поехали. Поехали. Валя, Валя, я уехала. Тихо. Валя. Что это? Валя, Валя. Спасибо. Спасибо. Ну, может быть, ты меня уже поставишь? Ты весь мокрый. Да ничего. Выцветло. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У нас же крендель такой знатный, прям смесь Зора и Робин Гуда А ты чего-то хотел? Что у нас завтра? А что завтра? Ничего особенного Да и вообще две недели ничего особенного не предвидится Так что можешь отдохнуть и парни твои пускай отдохнут Не, не, я так не могу Во-первых, я не имею права снимать охрану Гриш, ты, наверное, забыл, у тебя нет прав, у тебя обязанности Ну смотри Почтальонок в городе нет И две недели не будет Так что можно набраться сил, да и без него у меня проблем хватает Да и от рож ваших тоже отдохнуть надо Задолбали Ну хорошо, как скажете Кстати, как ты думаешь, куда он лыжного стрела? Судя по тому, кем он стал сейчас, скорее всего, в Эмират А судя по тому, кем он был Он на байдарке по Яузе Ну ты смотри, у тебя, кажется, чувство юмора есть Ну, а с кем поведешься, это вы забери меня Ладно, пей чай, пей Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают 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 Я не могу! Я не могу! Я не могу! Доброе утро! Доброе утро! Ну, вот теперь ни один мужик не устоит. Да ладно вам, Маргарита Степановна. Правда, правда. Так, теперь садись и звони. Только жалость его. Давай. Алло, Валь? Валя, Валя, маме так стало плохо. Что? Скорая? Скорая уже уехала. Да, Валя, мама очень боится, что не увидит тебя в последний раз. Что? Мы ждем. Что он сказал? Что приедет через полчаса. Как через полчаса? Он же в Самаре. Я не знаю. Господи, Мир, надо скорее в постель ложиться. Пусти! Пусти! Ты ко мне! Иди, открывай! Открывай! Он сейчас придет! Заходи, Паша, присаживайся. Я нам тут чайку наколотил. Будем пить с твоим печеньем. Откуда вы про печенье знаете? Дедукция, лейтенант. Просто увидел, как ты его в буфете покупал и сделал вывод. Так это не дедукция, получается. Просто подглядывали. Не подглядывал, а вел оперативное наблюдение. Чего, кстати, нам катастрофически не хватает в деле Воробьеву. Так, как я понимаю, о Шевердиной ни слуху, ни духу. Ну, ориентировки разосланы, ждем. Угу. Я вот чего думаю. Может, прав Мазуров по поводу Шевердиной? Ну, возможно, у него действительно был интерес к доле Воробьева. Вы про бомжа из Сан-Франциско. Про кого? Помните, вы приводили пример, что меньше… Короче, виноват тот, на кого меньше всего подумаешь. А, кстати, про бомжа ты прав. Шевердина у нас сейчас действительно человек без определенного места жительства. И напоминаю, нам ее срочно надо найти. Можно через скайп попробовать. Простенько. Ну, попытаться можно. Спасибо, сынок, что приехал. Я уже боялась, что я умру, а ты не заметишь. О, ну прекращай, ну чего ты начинаешь, а? Ага. Чего прекращать? Спасибо, что Верочка рядом. А ты ничего не заметил. И что я должен заметить? Ну, посмотри на нее внимательно. Прическа новая, что ли? А еще. Мама, ну, слушай, ну сейчас не до этого. Извини. Что врач сказала? Сказала, что нужен полный покой. Я надеюсь, ты останешься сегодня. Да я бы с удовольствием, мама, не сидя в Самару лететь. Да что такое, ты все в Самару, да в Самару. Почему они к тебе не прилетают? Ты посмотри, ты же совсем посидел. А, а, а. А, вот целый день. Ладно. Иди. Тебе же в Самару надо. Ладно. Не надо. Не надо. Сейчас я посмотрю на работу. Попробую договориться, чтобы кого-нибудь другого отправили. Тихо, а. Тихо. Как ты там без меня живешь? У меня все хорошо, не волнуйся. Машина в порядке. Квартиру твою. Блюду денно и ношно. Вон, посмотри, если не веришь. А? Ты помедленнее, меня уже укачивает. Укачала? Ну, а как? Расскажи, как гастроли у вас проходят? Ой, не спрашивай. Я устала, невозможно. Я просто еле до гостиницы доехала. Вот откуда у людей силы берутся. Но у нас же ночь уже, и меня на эту ночную жизнь вообще не хватает. Не те годы. Раньше-то я помню. Ой, не говори. Стареем, стареем, ужасно стареем. Да, вот раньше, вон, еле, балк, все хорошее. Что? И слово сказать не могу, так устала. У меня уже не с... Том, ты пропадаешь. Ой, я ужасно. Тома. Что? Я тебя не слышу. Я не слышу, что погромче? Тома, перезвони мне. Можно даже без видео. Светлана Геннадьевна. Здрасте. Я просто ждала звонка от подруги. А как вы меня нашли? Вы так неожиданно пропали. Пришлось срочно объявить, как бы, так сказать, оперативно-разысленные мероприятия. Я вам ответил, узнал адрес вашей подруги, отследили контакты, и вот, я с вами беседую. Вообще-то, нам бы хотелось увидеть вас лично. Зайдете к нам, или мне продолжать вас искать? А когда? В любое удобное для вас время. Ну, желательно сегодня. Да, хорошо, я поняла. Так, ну все, теперь я в полном вашем распоряжении. Так, что лекарства? Спасибо, сынок. Мне даже легче стало. И веру, и все. А то доктор написал список. Ага. Так, из продукта что-нибудь купить, мама? Так, по своему усмотрению, там, фруктов или шоколаду. Ну, ладно, я что-нибудь сам соображу. Все, все, я скоро. Идиот. Карина Степановна. А щеконьяк. Настоящая артистка. Мы бьем за возвращение блудного сына. Но ты была хороша. Как в кино, но втором плане. Ой, давайте. Что будем бить? За ваше здоровье. Как черту здоровья? За внуков. Но внукам тоже нужна здоровая бабушка. Так что, за здоровье, внуков. О, а я смотрю, вам уже получше. А я телефончик забыл. Что ж вы сразу не сказали, что нам такое лекарство нужно? Я вам ящик купил. Валечка, я все объясню. Мам, не надо еще объяснять. Не волнуйся. Вы давайте веселитесь. А я в Самару. Ну, как там? Гима. Да уже не надо. А ты добрый. А так и надо. Надо к людям добрым быть. Что бы они ни сделали. И не обижаться на них. Вон птица летит. Так если она нам на голову нагадит, мы же на нее не обижаемся. Толп птица. А ты думаешь, люди иначе? И люди не ведают, что творят. И у меня, и семья была, и квартира, и работа. И что, приезжаю с командировки, дверь железная стоит. Жена с Хахалем меня покойным объявили. Так что ж, он теперь в тюрьме. Она все потеряла. Или вот возьми меня. Я всю жизнь думал, что умру от курева, а помер-то от пьянки. Вон меня грузят. Светлана Геннадьевна, майор Исаев задерживается. Вы не против, если мы начнем без него? Да, не против. Итак, я правильно понимаю, ваша личная доля в бизнесе Воробьева составляет 2%? Да, моя доля составляет 2%. А сколько это в реальных деньгах? Я не знаю. Долю оформлял Сергей, и я никогда не интересовалась этим. Странно. А что странного? Что не интересовались? В любом случае, каждый акционер мечтает о контрольном пакете акций. Вы согласны? С чем? С тем, что каждый акционер мечтает о контрольном пакете акций. Я не понимаю, а почему вы сейчас завели разговор на эту тему? А что тут непонятного? У вас 2%, у Воробьева 49%, прибавить к вашим двум его 49% и все. Вы что, намекаете на то, что я могла ради каких-то процентов убить своего собственного мужа? А возможно и финансовый директор скребет. Вы в своем уме. Так, Баблова съедет. Ты что творишь? Здравствуйте, Светлана Геннадь. Здравствуйте. Мы тут версию отрабатываем. Молчи! Так что, не видишь, какого на положении? Ради бога, Светлана Геннадь, извините, сотрудник молодой, неопытный. Кстати, какой у вас месяц? Седьмой. Я пойду, извините. Я могу вас отвезти домой. Не нужно меня встречать. Я вас, может, провожу. До свидания. Светлана Геннадь, да еще раз извините. А это что за персонаж нашей пьеси? Паша, ты что это за идиотская инициатива? Ты не видишь, что она беременна? Товарищ майор, я же не УЗИ. Ты мент! Должен насквозь все видеть, как рентген. Так, седьмой месяц, как же я раньше-то не заметил, а? А может, не седьмой? Да помолчи ты! Значит, ребенка нас ждет от Воробьева, стало быть, версия жадной жены отпадает. Павловский, прям и линейный ты мой. Садись, сейчас будем тебя искривлять в нужную сторону. Как ты? Нормально. Да, еще что-то не нормально. Валь, поехали. Что они сказали? Они подозревают меня в смерти Сергея. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...